всем привет привет даже не знаю что сказать всем приятного времени суток дико дико приятно вот именно дико снова вас увидите я так давно не записывала в беседке у меня такое ощущение что вообще давно не проводила прямые эфиры в принципе я решила больше их не проводить вот а записывать наверно такие вот отдельные ролики кому интересно почему то что мне кажется что прямые эфиры они знаете как мне немножко некомфортно бывает на них почему потому что есть люди которые уже долгое время да со мной они узнают многое обо мне вот и и в принципе интересно какие-то но определенные вопросы есть люди которые только впервые приходят подписываться на мой канал приходит и интересно заново узнать обо мне а я со своей стороны такой человек знаете когда у меня нету готовых вопросов да то не сложно не сложно хотя в принципе я такой достаточно спонтанный человек я никогда не программирую и не планирую что я буду говорить и как я буду говорить ну то есть общая какая-то идея конечно же всегда есть вот а так в остальном это все происходит спонтанно особенно если это какие-то интересные вопросы и вот меня тогда поглощает я очень много говорю очень много рассказываю вот но знаете вот когда пока раскачается эта энергия пока я войду в кураж для меня это ну очень стрессово хотя уже я не знаю почти пять лет и я выступаю да ну то есть на экраны выхожу пошел уже шестой год вот как я занимаюсь сторон но все равно вот этот вот страх и волнение оно остается поэтому наверное проводить прямые эфиры я больше не буду но вы в любой момент если у вас есть какой-то вопрос ко мне можете написать мне либо в телеграм либо в комментариях под любым видео роликом либо если я делаю анонса я делаю каждую пятницу да то в разделе сообщества вы можете под любым постом написать под любым анонсом написать свой какой-то вопрос я обязательно запишу на него видео ответ если он будет интересен и большой аудиторией как сегодня и для меня это будет более комфортно и я как-то себя буду держать во временных рамках чтобы не было быть как-то лаконичной всегда мне хочется почему-то быть лаконичной хотя это не моя сильная сторона мне нравится очень много и подробно рассказывать и объяснить так теперь по сути тема нашей беседки теперь вы знаете что пишите и я могу записывать беседки теперь будут только беседки я даже так это вдохновила сегодня мне кажется что возможно я запишу расклад уже давно я не записывала такой видео расклад тема тема сегодняшней беседки будет немножко тема философии затронут и расскажу вам кое-что на мой взгляд интересное почему мы сегодня будем затрагивать тему философии дело в том что в телеграм-канале кто не подписан подписывайся под этим роликом я оставлю ссылку на телеграм-канал то есть это кто не в курсе сможет зайти перейти и подписаться скажу сразу обычно у многих коллег в телеграмах дублируются видеорасклады я не дублирую да то есть все расклады которые у меня есть на телеграме это отдельные темы от ютуба и там немножко другой формат а скорее всего аудио не скорее всего аудио нежели видео как на ютубе и немножко другая тематика вот ну зайдете посмотрите если интересно будете подписываться и так так вот в телеграме мне сегодня я вот прям оперативненько записываю пришел пришло как это не сообщение а под одним роликом что я выкладывала в телеграме комментарий вот вспомнила слово видите сейчас рисуем уже был комментарий скорее всего от виктории матвеевой скорее всего виктория новая подписчица да почему то что те кто со мной уже давно долго знает меня я много раз и на прямых эфирах рассказывая отвечала на эти вопросы вот задала мне несколько вопросов я причина почему были заданы вопросы я выложила ролик с празднования у нас 25 марта было 30 день независимости да 203 года с момента освобождения от исманского османского да ига вот то есть греки по сути стали свободной нации да живем в свободной стране вот у нас были празднования и я спросил интересно ли вам да поделиться таким роликом почему потому что ну в телеграме я как-то больше все что связано с философией все что связано скажем с моей реализации профессиональном таком направлении рассказывать вот о себе я могу рассказать только в чатике который прикрепленный к телеграм-каналу да там уже более такие личные беседы да у нас обсуждения идут разные темы то есть в чатике идет дополнительное взаимодействие уже лично со мной так вот Виктория написала значит комментарии на некоторые вопросы ей ответила но некоторые касательно философии я оставила и сегодня я ей пообещала что я запишу видео ответ и я это выполняю потому что я человек слова так вот я зачитаю сначала все вопросы которые здесь были озвучены ну вдруг вдруг новые подписчики да и кто-то не знает кому-то будет интересно и так значит Виктория пишет как так получилось что вы и гречанка и русская хотя я не слышала что вы как-то себя назвали ну у меня есть диссонанс некоторый так вот я ей ответила и кто не в курсе отвечал у меня нет русских корней да я родилась в бывшем советском союзе почему говорю бывших советском союзе а не в россии потому что когда распался союз мы уже жили в Греции у меня нет русских корней у меня папа дарик он родился в Греции я рассказывала в одном из прямых эфирах уже не помню в каком кому интересно да в разделе плейлистов прямые эфиры есть сохраненный эфир можете зайти посмотреть я по-моему во многих про это рассказывала вот и мы до распада до распада Советского Союза переехали в Грецию поэтому в школу я ходила еще в союзную я еще успела этот период прожить вот детство и школа это было не так долго и у меня у меня хорошая память у меня хорошие воспоминания но вот все что касается города и так далее воспоминания нет нет у меня почему потому что ну вот мой путь был дом и школа дом и школа сказать что я куда-то там ходила нет ну во-первых потому что мама была строгая она не разрешала там посещает город и плюс ко всему ну у меня нет воспоминаний у меня вообще нету тяги да вот то что говорят родина да куда-то тянет маня для меня моя родина это Греция почему потому что здесь я выросла здесь я получила образование здесь я вышла замуж здесь я развилась здесь я развилась своих детей здесь мои дети выросли и здесь я уже проживаю последние 33 года опять же таки дальше там был вопрос касательно языка почему диссонацию девочки получился потому что с одной стороны вроде бы имя фамилия греческая да я живу в Греции вот с другой стороны прекрасный чистый русский язык и знание культуры ну начнем с того что образование все таки в школу то я ходила в русскую поэтому образование оно осталось его никуда не денешь а вот что касается языка поскольку у меня русского говорящего ну я выбрала работать именно на русского говорящего аудитории да то есть с людьми которые говорят по-русски я использую этот язык по этой причине да у меня в принципе язык чистый ну то есть я имею в виду наверное без ацента вот а если меня страшно в моей личной жизни да то есть не в профессиональной сколько я просто очень много часов работала прям очень много у меня нету выходных я как говорится когда пришел тогда и вовремя у меня когда я начала работать и начинаю всегда в принципе с утра работать да тогда и и рабочий день вот я очень много поэтому переписываюсь и разговариваю на русском языке в контексте вот именно профессиональной сферы а вот в контексте личной жизни и в контексте моих домашних да ну не считая мам конечно же я разговариваю исключительно на греческом языке я уже говорил о том что мои дети не знают русский язык вот хотя младший понимает опять же таки это его заслуга не то что я его учила причины почему так произошло мне тоже объясняла да не хочу повторяться это не очень приятная тема для меня вот поэтому ну и личной жизни конечно же я со своим мужчиной разговариваю на греческом языке вот и опять же таки касательно общения с русскими говорящими вот здесь вот реакции да сразу скажу что тут такой вопрос есть почему я говорю что отделяю да личную жизнь от профессиональной у меня нет друзей русскоговорящих вообще понятие дружбы для меня это тоже такая особая тема я я не считаю себя другом хорошим для людей поэтому мое такое мировоззрение на этот счет то что у меня нет друзей кого-то это обижает кого-то это огорчает да но есть люди с которыми я общаюсь да есть люди с которыми я очень близко контактирую да то есть можно назвать очень близкие дорогие мне люди да но слово дружба для меня это вот такое особое абстрактное и очень болезненное понимание потому что была травма на этот счет поэтому я не называю людей друзьями для себя вот но люди с которыми я очень близко общаюсь общаюсь почти ну очень долго а вот это какое-то местное население да то есть это греки вот и конечно же с ними мы разговаривали на греческом языке поэтому у меня есть четкая граница и разделение то есть все что связано с профессиональной сферой это русский язык исключительно все что связано с личной жизнью и не профессии давайте так скажу вот потому что здесь и общение и дружба и там не знаю занятия спортом и так далее и так далее это все на греческом языке дальше следующий вопрос был про образование интересно расскажу вкратце да я обучалась училась здесь в греции да я получила обучалась на воспитательницу на работе в детском сану вот это так скажем если можно назвать первое образование и второе незаконченное это психологическое я уже сказала что ну говорила уже про это тоже что за семестр где-то за полгода до того как я закончила должна была закончить институт я его бросила почему-то потому что я поняла что работать психологом я не буду а лишняя бумажка мне ну не нужна но это был мой такой осознанный выбор поэтому можно сказать что у меня одно образование это вот педагогическое и незаконченное психологическое вот это если мы говорим про бумажки для кого-то если они важны и про это сегодня тоже пойдет речь в контексте именно образование и знаний как как куда мы получаем вот и самый основной вопрос который задала виктория и чтобы служила в принципе причиной я не знаю сколько я там разговариваю но суть вот именно сейчас начинается это вы точно философ по жизни откуда это и где истоки ваших знаний поэтому мы сегодня поговорим про философию называю ли я себя философом я вообще знаете не очень люблю себя обозначивать да это и не нужно вот эти всевозможные социальные роли тем более во мне живет мунтарь да аркан дьявола пятнадцатого аркана дьявола человек который идет против всяких норм правил и установок и ограничений хотя с другой стороны да как император по четвертому аркану я сама люблю выстраивать всевозможные правила и контролировать и управлять да то есть слово власти и сила для меня они не чужды так вот я не люблю всевозможные вот эти вот шаблоны и опять же таки назвать себя философом все в последнее время знаете я опять же таки у меня появилась появилась информация определенная и я играю так скажем в ролевые игры в контексте чего да обозначу сразу чтобы не пошло мышление в другом направлении ролевые игры в контексте того как ты себя назовешь да так ты и ощущаешь себя то есть если например человек обозначивать себя как учитель к примеру да то его поведение повадки исходят из обозначенной его роли так вот когда мне не хватает каких-то качеств да я стараюсь для себя обозначивать эту роль да что вот сейчас я играю такую роль вот и получаю необходимые состояния и исходя из этих состояний получаю необходимую информацию да и вот как-то себя прокачиваю в этой роли то есть с такой точки зрения да я могу сказать допустим да что философ как я таки назвать себя философом тоже как-то немножко мне чуждо это но образ дальше Виктория нам поясняла образ мышления да скорее всего образ мышления есть у меня такой мне это нравится вот дальше мы с ней переписывались и она описала что философия сейчас скажу сейчас секундочку так философия это скорее образ мыслей а не профессия поэтому я и говорю что вы философ и на этой основе уже можно построить что угодно вообще философия это профессия да то есть профессия ну то есть ее обучает ей а ей скорее всего обучают в университетах вот но действительно я бы сказала что для меня в моем понимании да философия это образ мышления и это не случайный такой образ мышления что я хочу сказать сейчас я хочу вас подвести к тому о чем я буду сегодня говорить о том что если у человека действительно нету философского склада ума если нет вот этой вот базы и он не оперирует понятиями в контексте философии вот то многие вещи ему непонятны это особенно когда вот мы читаем да у нас в принципе есть ассоциация философия это античная философия древней Греции и к ней в принципе ссылаются абсолютно все даже и современные философы вот и когда начинаешь так или иначе изучать философии так или иначе ты читаешь писания древних греков которые я очень очень люблю и вот в контексте ответа на вопрос откуда знания а я изучаю эти писания и на самом деле благостная сторона моего проживания сейчас в Греции хотя хотя всегда понимание что если вас родина для меня родина это Греция это не только потому что я здесь проживаю а это по складу ума и по духу вот по моему внутреннему устою и состоянию души и здесь вопрос не в том что я люблю Грецию а здесь вопрос в том что вот именно здесь я чувствую себя на своем месте у каждого человека есть понятие вот это вот мое место а то это не мое по ощущениям так вот склад ума именно древних древнегреческих философ он мне достаточно близок и отвечая на вопрос откуда я черпаю информацию и вот то что я говорила да благостное для меня то что я проживаю в Греции и знаю язык к сожалению не знаю древнегреческий он очень сложный язык даже для меня вот его изучаю здесь в школах могу сказать что не всем удается легко потому что он действительно сложный так вот изучаю и читаю на отечественном языке и вот это на самом деле да почему я говорю это глагость и и как это сказать сейчас это называется прономию то есть когда ну как некое не как превосходство а преимущество вот перед другими людьми это то что когда ты читаешь информацию на том языке на которомона написана ты её понимаешь по-другому и сегодня я вот вам это хочу показать и доказать почему потому что когда ты слушаешь информацию на первоисточнике на том языке на котором она написана тем более когда ты владеешь этим языком тебе становится понятно но когда происходит переголти с одного языка на другой то смыслы теряются и это не только связано с греческим языком и это вот тоже самое Допустим, если на русском языке что-то говорите, а потом попробуйте перевести любой русский анекдот на известный вам язык. То есть, если вы владеете, например, на еврите разговариваете спокойно, либо на английском языке, попробуйте перевести любой русский анекдот на другой язык. И вы поймете, что вам шутки не будет, человек не поймет. Хотя вы переведете дословно, допустим, даже, да, или по смыслу. А смысл утрачивается. Вообще переводы, они вот этим страдают, особенно, когда нужно донести какую-то глубокую философскую мысль. Вот в этом вот вся сложность. И когда идут вот эти вот переводы, и я стараюсь не читать на русском языке философские книги. Почему? Ну, во-первых, потому что у меня есть возможность прочитать на греческом, да, как в первоисточнике. А во-вторых, я понимаю, что если бы я, допустим, жила в России и изучала философию, читала бы эти книги на русском языке, я бы ничего не поняла. И я бы это забросила. И вот эта вот причина, почему люди не увлекаются философией, потому что, ну, во-первых, наверное, нужен какой-то наставник, да, чтобы пояснял какие-то вещи. А с другой стороны, наверное, стремление, так же, как и в саморазвитии, очень малый процент людей, которые действительно чем-то интересуются, либо хотят познать себя, либо интересуются тем миром, в котором они находят, да, то есть большее количество людей, это вот, так скажем так, среднестатистический человек, который, ну, в принципе, ничем не интересуется. А вот, поэтому, пользуясь возможностью, да, рассказать то, что я вам сегодня хочу по поводу философии, по поводу переводов и по поводу того, откуда я черпаю знания, вот, и информацию, начну с того, что, конечно же, я почитала в Википедии, да, что значит философия. То есть, знаете, иногда такие вещи, интересно, тебе задают вопрос, да, например, что такое философия, а слово-то греческое, ну, оно непонятно, да, и смысл понятен. Вот, и одно дело, когда ты переводишь буквально, да, философию, то есть филош, это друг, шуфия, это мудрость. То есть, тот, кто любит, друг, дружит, да, давайте так скажем, тот, кто дружит с мудростью, ну, то есть, опять же, это слышится как-то смешно, ну, то есть, не возникает каких-то вопросов формулировки этого слова, вот, если она звучит на греческом, то есть, мне это понятно. А когда вы по-русски начинаете, да, это объясняете, ну, что-то кажется, как-то это все чуждо мне, такое, что здесь написано, да, значит. А философия, да, с треугольнического, да, дословно означает «любомудрие», причем я такое слово даже на русском языке не знала, да, то есть, любовь к мудрости, любомудрие – это особая форма познания и система знаний об общих характеристиках, понятиях и принципах реальности. То есть, бытия, а также бытия человека, об отношении человека и окружающего его мира. То есть, если мы бы говорили современным языком, да, я бы сказала, что это, в принципе, то, чем я и занимаюсь, да, и многие из вас – это самопознание, да, то есть, это познание себя и это познание этого мира, в котором мы живем. Вот и все. То есть, это, в принципе, ну, сказать, что вот философия – что-то сложное, нет. В принципе, в самих понятиях вопрос, как мы это понимаем, как мы это изучаем и откуда черпаем мы информацию. То есть, это информация, взятая из учеников, либо это информация, взятая из собственного опыта. Вот, дальше, что здесь написано, что к задачам философии на протяжении веков относились как к изучению всеобщих законов развития мира и общества, так и изучение самого процесса познания и мышления, а также изучение нравственных категорий и ценностей. К числу предельных философских вопросов относятся, например, вопросы «опознаваем ли мир?», «существует ли Бог?», «что это хорошо?», «что такое истинное?» и так далее, и так далее. Ну, дальше, там просто пишется, что философия существует в разных направлениях, и ее изучали, да, то есть сейчас философик относит метафизику, вот, это же, кстати, греческое слово, да, мета – это после, да, то есть то, что есть после. И физики, опять же таки, это как физика, да, может переводиться, как предмет физики, и как что-то естественное, то есть что есть, так скажем, за пределами естественным, да. А эпистемологию – это, опять же, да, греческое слово, эпистемия – это наука, а элогус – это слово, ну, то есть познание науки, если буквально переводить. Дальше философия существует в логике, в этике, эстетике и так далее, и так далее, ну, то есть в других науках. Ну, вот, это вот касается того, что же такое философия. Для меня, давайте так скажем, это способ, да, система познания этого мира, и в таком вот контексте, да, она многим будет близка. На самом деле, я не знаю, я не нашла нигде данные, когда зародилась философия, ну, если честно, я особо-то и не искала, и для меня это было, ну, не столь важно и принципиально. Почему? Потому что есть, ну, многие из вас знают, да, верно, да, и неоднократно слышали, да, что я состою в Ордене Разумклицев уже давно. Вот, и одна из ступень нашего Ордена, почему я говорю про это открыто, да, есть, кстати, Орден очень много филиалов разных стран, она также есть в России, есть сайт публичный, где можно зайти и почитать информацию, да, об истории Ордена, ну, и для тех, кто хочет вступить, то есть это вот добровольно. Орден, ну, как раз-таки, почему я выбирала Орден и почему я про него говорю, потому что как раз-таки вот именно Орден Разумклицев, он имеет в своей основе как раз-таки философскую направленность, это теоретический Орден философского направления, потому что есть Ордена практический, где действительно изучают магию, да, и где, ну, больше, наверное, оцент сделан на других понятиях, на других знаниях. Вот, мне интересен мой Орден, потому что мы изучаем как раз-таки то, что близко мне по духу. Так вот, одна из ступеней этого Ордена, конкретно это пятая ступень, это где мы изучаем как раз-таки философию и изучаем, начиная, конечно же, философию с отечной философии и древней реакции, да, и там даются какие-то определенные знания про философов, которые нету в книгах, да, в принципе, в Ордене всегда дается то, что публично, малоизвестно. Так вот, одна из информаций, которую я могу поделиться, да, потому что, ну, вы знаете, что когда вступаешь в тот или иной Орден, ну, если не знаете ее в Квале, да, то есть, даете обет молчания, вот, откуда, вы об этом можете знать, если, ну, на моей странице, на моем канале находитесь, да, значит, вам интересна Таро, а если интересна Таро, значит, вам известны такие имена, как Кроули и Уэйт, как минимум. Оба они состояли в Ордене Золотой Зари, да, были, так скажем, я не люблю слово врагами, вот, но, скажем так, двумя противоборствующими силами, потому что у них в каких-то моментах, да, расходились взгляды. Один был более, выбрал путь оккультиста, я говорил про Кроули, а другой выбрал путь мистика, да, то есть более такое религиозное направление. Так вот, оба давали кляпу, а не разглашение информации, находясь в Ордене Золотой Зари, да, герметическом Ордене, причем герметический, да, от слова гермес, вот, сегодня мы его тоже затронем, гермес, ну, по-гречески это эрмис, вот, и отсылка идет к гермесу, то есть миесту, вот, и то, что мы сегодня тоже с вами затронем, и я буду рассказывать про известного такое персонажа, кто-то говорит, что он вымышленный, кто-то говорит, что он реалистичный, кто-то говорит, что это бог, кто-то говорит, что это мудрец, да, то есть, ну, здесь проверить достаточно сложно. Так вот, в контексте философии, скажу, что философия зародилась, значит, в шестом веке до нашей эры, представляете, с момента, когда, в Древней Греции, конечно же, а во времена, когда был известный первый, так скажем, философ, да, философия, да, фалис о милисиос, я даже не знаю, как это по-русски перевести, ну, фалис это его имя, да, ну, то есть, фалис это, наверное, талис, да, вот так по-русски правильно, но, в общем, не столь важно, он жил в шестьсот сорокого до пятьсот шестьдесят второго года, да, до рождения Христа, вот, так скажем, очень-очень давно, да, ну, то есть, шестой век. Вот, кстати, ну, я про него говорить не буду, можете поискать в интернете, кому интересно, да, он просто был первым, кто обучал Греции того, что в интернете, да, что души бессмертны, да, то есть, представляете, да, как эта информация, эти знания, они были в шестом веке до нашей эры, да, до рождения Христа, не до нашей эры, до рождения Христа, уже говорилось о том, что душа бессмертна, да, ему также принадлежат некоторое выражение, где он говорил о том, что, так, попробую перевести, да, из греческого, то есть, если вас может успокоить как-то, да, сейчас попробую смысл донести, то есть, выражение о том, что если человек как-то беспокоится по поводу того, что его кто-то обидел, да, и ему в этот момент больно, то здесь как некое такое успокоение, да, говорилось с его стороны о том, что если вас это утешит, то ваш обидчик страдает больше, чем вы, и вот в этом тоже было такое философское изыскание, также он говорил о том, что настоящее счастье это иметь здоровье, это иметь необходимое количество материальных благ, то есть, для, так скажем, комфортного проживания, да, и не жить, не проживать свою жизнь в бездействии и в незнании, вот, в незнании, да, то есть, значит, то, что необходимо счастливым человеку и по здоровью, это финансовая составляющая, материальная сторона вопроса, для того, чтобы, плюс кое-чем, человек должен быть активный, но здесь активность, она не подразумевает физическое, да, только активность движения, здесь еще подразумевает активность в контексте социального своего проявления, да, то есть, в некоторой степени, как служение своему государству, то есть, когда ты приносишь пользу людям, вот, в такой активность здесь тоже говорится, вот, и, плюс ко всему, не быть в неведении, опять же таки. Незнание, оно здесь не подразумевает только, когда ты чего-то не знаешь, а здесь в контексте, как раз, образования, да, самообразования, то есть, человек, который должен развиваться и познавать себя, то есть, это было очень важно в тот период, сейчас, наверное, это не столь важно. Так вот, возвращаясь как раз-таки к философии и тому, что я хотела сказать, это вот, наверное, последняя составляющая сегодняшнего комментария с Викторией, где она говорила, откуда вы черпаете знания. Так, сегодня, значит, расскажу, откуда я черпаю знания. Из книг, и в данном случае сегодня я хочу поделиться с вами одним таким интересным фрагментом моего любимого Платона, конечно же, которого я люблю. Платон был одним из любимых учеников Сократа. Сам Сократ, и если вообще вы обратите внимание, то действительно по-настоящему ведущие люди, они никогда не пишут книги. То есть, я имею в виду автобиографии, либо вообще не передают как-то свои знания. То есть, нет книг, когда, например, я не знаю, книг, которые написал бы сам Будда, либо книгу, которую бы написал, я не знаю, Сократ не писал книгу, но за него писал Платон, Пифагор тоже не писал сам книг, о нем писал Лаэртеус, но, в общем, есть люди, да, как, скажем, ученики пишут за своих учителей. То есть, поистинно настоящие учителя, они не пишут, они больше, так скажем, устно, возможно, передают какие-то знания. В какой-то момент, когда я узнала и задумывалась об этой информации, она меня тоже как-то вот очень заинтересовала. Так вот, в одной из книг Платона, известный всем «Диалог с Федром», Федросу, там есть интересный момент, и почему я вам его хочу рассказать, потому что он имеет прямое отношение вот как раз-таки к книгам, да, когда мы говорим, откуда мы берем знания, да, мы все берем знания из книг, насколько это правильно, либо неправильно, хорошо или нехорошо, каждый будет судить сам. Но вот в этом диалоге, чем он примечательный, чем он интересный. Вот, дело в том, что я его нашла на русском языке, ну, вы тоже, наверное, можете найти, у меня здесь в PDF написано, и я вижу, что здесь всего лишь 89 страниц, не так-то много. Но тот фрагмент, который нам нужен, это несколько страниц до того, когда завершается диалог Федорса, и он сам говорит. Я прочитала этот фрагмент, конечно, сначала на английском языке, да, а потом на русском, и я поняла сложность в понимании этого текста, я вам его зачитаю и буду его пояснять. И вы посмотрите, что, когда вы читаете текст Сонсто-Вязина, насколько сложно он в понимании, когда вам кто-то его объясняет, это вот как раз-таки в контексте философского мышления, да, у кого есть вот эта вот база, о которой я говорила в самом начале, насколько все понятно становится, и ты приходишь к пониманию того, что, блин, оказывается, это все так просто, я это и так знала, почему мне было так сложно. Так вот, в этом диалоге, о чем идет речь, да, вот этот вот кусочек, который я хочу сказать, значит, диалог Сократа, он рассказывает о том, что я тебе расскажу одну историю, да, миф, один миф, а ты уже сам будешь решать, насколько письменность, и в том числе на основе этой письменности написаны книги и знания, которые мы получаем из книг, насколько это «добро» либо «зло», в кавычках, да, это все. Почему? Потому что это все метафорично, и это все абстрактно. Так вот, я вам покажу, что когда ты читаешь какой-то отдельный фрагмент, не имея базы, когда это становится какая-то бессмыслица, а когда у тебя уже есть какая-то определенная база, насколько все встает на свои места. А так вот, значит, говорит Федор, Федор, о Федоруш, Федор почему-то получился, хотя бы, возможно, Федор будет по-русски. Смешной вопрос. Ну, рассказывай, что ты слышал. И Сократ ему говорит, я слышал, что в египетском нафхратесе, город такой, да, существовало некое тамошнее древнее божество, которому посвящена была и священная птица, называемая Ибисом. Вроде бы, да, кажется, понятно, но, ну, то есть, набор слов. И вам кажется, что, в принципе, вот это вот повествование, начало, да, оно как будто бы незнакомое. Но, на самом деле, когда я вам сейчас поясню вот этот абзац, вы поймете, о чем идет речь, да, что, оказывается, вы эту информацию знали. Так вот, речь идет о том, что в этом фрагменте, о том, что в некотором городе в Древнем Египте, да, на одном из озер, родилось божество. И это божество имело соответствие птицы. Птицу называли Ибисом. Ибис. И это божество, к которому соотносилась эта птица, в дальнейшем был назван бог-тот. Бог-тот. Ну, по-русски, бог-тот. И которому в дальнейшем приписывают соответствие как раз-таки Гермеса-Трисминеста. То есть, вот, в принципе, да, вот то, что я вам сказала, это то, что я даю сейчас пояснению. То есть, Сократ описывает, что в одном из городов Древнего Египета существовало некое тамошнее древнее божество. Вот это вот тамошнее древнее божество, да, в переводе. Это как раз-таки бог-тот, родился бог-тот, которому посвящена была и священная птица, называемая Ибисом. Кстати, эта птица, если потом, ну, если кто не знает, да, в изображении бога-тот, как раз-таки у него голова птицы Ибиса. И второго мы еще встречаем в Аркане Звезды. Если вы посмотрите, ну, если вы обращаете внимание на символику, и для вас это важно, то на заднем плане, с правой стороны, у Аркана Звезды, если я не ошибаюсь, как раз-таки на заднем плане, на древо, по-моему, это было древо знаний, потому что там два древа жизни и знаний. Вот, по-моему, на древо знаний сидит как раз-таки Ибис, и это не случайно. То есть, если вы не обращали внимание, обратите внимание. Вот, кстати, Кроули изучал мифологию, безусловно, узнал и древнегреческий. Вот, и он в своей колоде, он много адресовок сделал, вот в этом контексте. То есть, для него это имело определенный смысл. Так вот, возвращаясь к нашему тексту. Значит, посвящена птице, называемая Ибисом. Имя же самому... Нет, как это? Имя же самого демона Фефр. Фефр, Фефр. То есть, поскольку вы понимаете, что это перевод, да, и, ну, вот здесь как раз-таки, во-первых, ну, как-то это бессмысленно. Да, потому что, ну, вроде бы перевод он дословный, но он какой-то бессмысленный. Почему? Потому что, опять же-таки, здесь нужно понимать, да, что имя вот этого, опять-таки, смотрите, я говорю божества, здесь написано демон, это Фефр. На самом деле, опять же-таки, до религиозного понимания, да, демонов, то есть, то, что демоны существуют, это существует, здесь никто не поспорит. Почему? Потому что у меня было разногласия с моим мастером на этот счет, и, к сожалению, я была не услышана. Так вот, понимание демон, да, оно существует. Но в данном случае, это вот, оно появилось в таком появлении, в котором есть, это уже с появлением религии. Вот в Древней Греции от слова «земонос», да, то есть «за имон», означались существа божественного происхождения, то есть, ведущие, те, 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 те божества. Почему они ведущие? Ну, потому что они знали, у них были знания, да, и отсюда они и считались божествами. Опять же-таки, согласно Сократу, кто знает, что человек рождается, да, с каждой душе при рождении дается свой «за имон», «за имон», «за имон», то есть, божественное такое существо, которое его сопровождает от момента рождения до момента смерти, да. Кто-то это называет еще и ангелом-хранителем, кто-то говорит это «высшее я», называется по-разному, каждый вкладывает свой смысл, но вот именно здесь как раз-таки появляется первая путаница, да, что вот как раз-таки в переводе, да, «Дима» под именем «Тот», «Тот». То есть, имя же самого демона – Феф, он не был демоном, но демоном, вот я имею в виду в понимании религиозным, да, как сейчас говорят, да, как темное такое существо, он был как раз-таки, если переводить правильно, да, острый английский, то это было божество, поэтому это был Бог Тот. И дальше здесь говорится, он был первым, кто изобрел число, счет, геометрию, астрономию, сверх того, игры и шашки, то есть шашки и в кости, а также письмена. И вот считается, что Бог Тот, он является родоначальником письменности, то есть алфавита. А поскольку есть соответствие как раз-таки Бога Тота и Гермеса, Тресенегеста, ну, то есть, так его еще и называли, трехлигово, да, три... Три мегеттош, то есть три измерения, да, три трехлигий. Есть еще и соответствие в Меркурию, да, Меркурия тоже называют Гермесом, вот он тоже считается в древней Греции родоначальником письменности. То есть вообще греческие боги и египетские боги, у них есть соединение. Ну, то есть, не знаю, схожесть, не схожесть, но определенная аналогичность, она присутствует. Плюс ко всему, опять-таки, в греческой мифологии, не знаю, знаете вы или нет, есть такой момент, когда Зевс сражался самостоятельно и все боги... По-моему, Ефес остался, да, тот, который ему молнии создавал. Все боги, олимпийцы, они нашли свое убежище как раз-таки в древнем Египте, да, то есть они сбежали. В Египет там нашли убежище, и каждый принял свой облик в виде либо какого-то животного, либо птицы, либо рыбы. И вот здесь есть какая-то такая связь, я не знаю, насколько это верно или нет, либо это просто гипотеза происхождения греческих богов и египетских, то есть там схожесть это есть. Так вот, идем дальше. То есть он первый забрал число, счет, то есть именно умение считать, геометрию, астрономию и также тесенность. И царствовал тогда в Египте, в великом городе верхней страны. Греки называют город египетскими Фибами. Почему? Потому что в Греции тоже есть город, который называется Фиба. В тот период, да, Сократ пишет о том, что он был, как это, царь, Цамус, которого звали, а бог, которому поклонялись в то время, это был Амон, богу Амоны. А богу Амону – это богу Солнца. То есть и вот, значит, наш герой, бог тот, придя именно к этому королю, или как, ну, в общем, правителю, да, Цамусу, с тем, со своими изобретениями, да, здесь, значит, пишется, что выложил перед ним свои искусства и сказал, что их нужно распределить между всеми прочими египтянами. То есть я вот изобрел, да, умение считать, умение писать, вот, и это нужно, ну, поделиться с людьми, потому что, ну, это во благо будет. И вот он приходит, значит, он начинает рассказывать о своем вот этом вот искусстве, да, о том, что он создал. И ему правитель Фамус говорит, спросил, какая польза от каждого искусства. И когда тот стал объяснять, Фамус одно порицал, другое хворил, говоря, смотря по тому, как по его мнению, ну, то есть этого правителя, хорошо это или плохо. Многое говорят, Фамус высказал Фату по поводу каждого искусства и за, и против. И рассказать обо всем этом было бы долго. Когда дело дошло до письменности, да, для письменности, письменности, где так написано, то есть до письменности в данном случае, до алфавита, до букв. Фот сказал, изучение их, царь, сделает египтян более мудрыми и более памятливыми, ибо найдено вспомогательное средство, ну, в данном случае здесь лекарство подразумевается, для памяти и мудрости. То есть, так как перевод здесь дается, ну, смысл немножко теряется. То есть он пришел к нему и сказал, что, ну, помимо тех искусств, да, которые были уже обозначены, вот письменность, она поможет людям именно в памяти, и благодаря этому они станут мудрее. Почему в памяти? Потому что, если ты начнешь изучать письменность, да, то это будет все записано, то есть знания, которые будут получены, они будут записаны, а если они будут записаны, значит, они будут переданы, то есть люди будут читать, если люди будут читать, они будут умнее. Вот в этом котексте здесь как будто бы идет речь о памяти и мудрости. И Санус сказал на это, о, великий искусник-тот, один способен врождать все, относящееся к области искусств, а другой судить о том, какую долю бреда или пользы заключает оно для имеющих пользоваться им. То есть здесь, по сути, он говорит о том, что каждый должен играть свою роль, да, твоя роль как раз и заключается в творении, да, в создании, а моя в оценке. То есть я могу решать, насколько это является пользой, а насколько это может быть являться злостью, злом. И, конечно же, поскольку это твое творение, да, ты будешь защищать это, что, в принципе, оно и правильно. Так вот. На самом деле в переводе, опять же таки, да, если, то есть переводы, они всегда, как в философии, они всегда двусмысленные, да, то есть то, что касается философии. Один смысл – это буквальный, так мы можем читать, например, Озесию, либо Илиаду, а второй – это вот именно по тексту. Вот по тексту, он, ну, нет у глотона текстов, которые вот были бы такие вот буквальные, да, и, как сказать, простые понимания, да, то есть есть по тексту между двух строчками. И вот речь здесь идет как раз-таки о чем? О том, что он придумал лекарство, да, которое помогает, да, как мы сказали уже в памяти и в мудрости. И ответ, который здесь, значит, дает ему правитель, А ну, следующее, сначала я зачитаю, потом я скажу перевод. И ныне отец письмен, ты сказал о них по-своему, к ним благорасположенному, противному тому значению, какое оно имеет. Ведь они пройдят в душе научившихся их забвения вследствие недостатка упражнения в памяти, так как благодаря доверию к письму люди станут вспоминать извне на основании потусторонних знаков, а не изнутри сами собою. То есть вот этот вот абзац, кстати, текст вы можете найти в интернете, да, в переводе. Здесь не совсем понятен. То есть я его могу еще раз читать, почему он был против. И все равно понимания не будет. Хотя я проверила, он переведен достаточно близко по смыслу, буквально, вот как будто бы. И, значит, он сказал о них по-своему к ним, а, нет. Ведь они породят, в данном случае идет про письменную встречу, да, ведь они породят в душе научившихся им, то есть тех, кто научится писать и читать, забвение вследствие недостатка упражнения в памяти. То есть они будут как будто бы забывать, да, поскольку ему будет, ну, надо будет упражняться в памяти. Так как благодаря доверию к письму люди станут вспоминать извне, то есть они как будто бы, ну, не будут сами задумываться, они будут читать уже готовый текст на основании посторонних знаков, то есть на основании того, что там написано. Они изнутри, сами собой. И так ты изобрела вспомогательное средство не для памяти, а для припоминания. И вот когда ты вот это вот читаешь, кажется, чепуха. То есть если бы я читала, я бы вообще ничего не поняла. В чем здесь смысл? Ответ, то есть вы по-русски почитали, а я вам буквально прочитаю с английского языка. Оно звучит следующим образом. То, что ты нашел, даст забвение душам тем, кто его изучает. О каком забвении идет речь, да? То есть с одной стороны здесь вроде бы, ну, если буквально говорится, да, что люди как будто будут тратить память, да, то есть они не будут упражняться. Но суть здесь в другом. Здесь нужно изначально, знаете, как отсылка изучить, я бы сказала, один из фрагментов у Аристотеля есть, по поводу, есть книга по поводу памяти. И вот в этой книге он пишет о том, что память человека, она делится на две категории, на два свойства имеет. Одна память – это память нашего ума, то есть ту, которую мы нарабатываем в этом воплощении. А вторая память, она называется как воспоминание. Это память нашей души, которая помнит абсолютно все наши воплощения и все эти жизни, которые мы прожили до этого момента. И вот у человека есть вот эти два свойства, вот эти вот две памяти. Одна память – это память нашего ума, это то, что мы проживаем в этой жизни, да, запоминаем. А другая, еще раз скажу, это память нашей души, воспоминаний, как она работает. Это то, что мы говорим про перерождение душ, да. На саркусе, на саркусе, по поводу. Бывают такие моменты, особенно сверхчувствительные люди, да, которые, если посещают место, в котором они уже жили когда-то в прошлом своем воплощении, Земля, она держит память. Если человек попадает на эту область, да, где он уже жил, у него что-то внутри, в душе начинает, не знаю, как трепехать, как описывает Аристотель. То есть идет воспоминание. Но это воспоминание, оно идет не от головы, а это воспоминание души. То есть воспоминание того, что я уже здесь жил, здесь я уже был. Я уже был, человек не может полностью сформулировать для себя и понять, почему я это ощущаю. Но вот такое чувство, что это родное, это мое. Вот это вот как раз-таки воспоминание именно души, вот об этой памяти и говорится. Так вот, здесь в контексте, возвращаясь, да, чтобы было понимание, почему я говорю, важна база, важна информация, на основе которой мы опираемся. Вот, а здесь речь о чем идет, да, что нам хотел сказать правитель Фанус. О том, что с твоей точки зрения, да, с точки зрения Тота, опять-таки напоминаю, что это Бог, ты правильно делаешь, да, что ты защищаешь свое творение, свое искусство, свое мастерство. Но если посмотреть с точки зрения того, что люди, которые научатся читать и писать, и они будут опираться в понимание жизни на основе писемости, то есть то, что они прочли, вот это вот чужие знаки, да, то, что здесь было сказано, на основании посторонних знатов, они изнутри сами собой. И ты изобрел вспомогательное средство не для памяти, а для припоминания. Что здесь получается, да, люди как будто бы теряют именно источник знания. Почему? Потому что если ты опираешься не на свой ум, и то, что ту информацию, которую собираем мы в течение жизни, которая обрабатывает наш ум как задача, да, его, и интерпретация этой информации, будешь опираться на воспоминание своей души. То есть это как раз и то, что говорится, да, в медитациях, то состояние, в которое ты ходишь, да, когда мы погружаемся внутрь себя. Оттуда же идут вот эти вот все фразы, да, все ответы внутри тебя, вся информация внутри тебя, почему важны медитации, именно настоящие медитации, а не практики расслабления. Ты как раз-таки погружаешь внутрь себя через вот это свойство памяти, ты соединяешься с первоисточником, да, с общим информационным полем, откуда ты можешь черпать истинные знания. Не те субъективные знания, которые написаны в книге, а именно знания от первоисточника. Вот об этом здесь идет речь. То есть вред здесь в данном случае какой получается, что ты не изобрел вспомогательные средства для памяти, да, то есть ты не помог людям помнить в контексте именно своих прошлых воплощений, помнить то, что где-то когда-то уже наработано, какие-то свои дары, да, то, что он наговорил, а именно припоминание. То есть ты, по сути, не способствуешь тому, чтобы человек узнавал себя. А узнаем мы себя не через книги, не через писание, а узнаем себя через погружение в себя, через наблюдение за собой, да, через видоизмененное состояние, когда мы имеем определенный контакт с нашим бессознательным, откуда мы можем брать, то есть бессознательное, общее, так скажем, энергетическое поле, в котором есть знания намного обширнее, чем нашего туннельного зрения, знания, я бы так сказала, ограниченного, да, то есть, проще говоря, первоисточника ты можешь черпать. И поэтому вот в такой точке зрения, да, ты не являешься помощником людям, а наоборот, ты им вредишь. Ученикам своим ты доставляешь мудрость, кажущуюся, вот здесь идет дальше пояснение, да, то есть ты своим ученикам, которые будут учиться писать и читать, ты не даешь им настоящую мудрость, да, почему? Потому что, опять же, это информация, которая получена извне, не изнутри, у нее нету такой ценности, да, почему? Потому что мы все знаем, каждый человек проходит свои опыты, и то, что важно ему, возможно, не важно кому-то другому. А тут получается вот это вот убеждение, вот это вот навязывающее, да, моменты, о которых мы говорим. Доставляешь мудрость кажущуюся, а не истинную, и став с твоей точки зрения многознающим без учения, люди будут считать себя многоумными. Как-то здесь есть, не помню, как это слово звучит на древнегреческом, означает тот, кто думает, что он мудр, да, то есть, знаете, как это, книжный червь, да, который много всего прочитал, и ему кажется, что он знает, но одно дело, когда ты, мудрость, она, сейчас по-другому скажу, мудрость, она предполагает опыт, да, то есть, человек не просто овладеет информацией, а он умеет ее применять на практике. И когда он ее умеет применять на практике, тогда он становится мудрым. То есть, это не теоретик, проще говоря, а именно практик. И здесь получается так, что, с твоей точки зрения, став именно мудрым, ну, то есть, прочитав кучу книг, да, человек будет читать себя, что он умный, что он уже все знает. Кстати, да, аркан солнца в негативном его проявлении. Опять же-таки, возвращаясь к второму, на заднем плане, к символике, да, в аркане солнца есть стена. Вот эта вот стена, как барьер, да, как некий такой забор, но в данном случае это стена. Это как раз-таки разделение, да, когда человек обладает самостью, да, то есть, целостным пониманием себя, это с одной стороны, и есть его противоречия, да, то есть, когда у человека появляется вот эта вот, как раз-таки, гордыня, я уже всего достиг, я уже все знаю, я уже все понимаю, мне не надо никуда стремиться, ни к чему, да, мне уже не нужны никакие знания, я уже сам ученый, я уже сам себя научу. И вот, чтобы не было вот этого перекоса, да, то есть, с одной стороны, барьер, солнце, я как будто бы маленький, незрелый человек, незрела личность, а с другой стороны, наоборот, перекос, я много чего знаю, да, вот это проявление гордыни, я уже сам царь и бог, и я все знаю, должна быть золотая вот эта вот середина, и вот этот вот забор, на аркане солнца, да, как символ, он очень, не то, что очень, он необходим именно в символике. Это я к чему говорю, к тому, что, почему я не люблю, опять же, таких второго уходя, да, не люблю новые колоды, авторские, авторские я имею в том, как правильно это нести, блин, космосечья, где не соблюдены, где не соблюдена вот эта вот символика, почему, потому что символы, они имеют значения, и кто-то может, допустим, на аркане солнца детей рисует, да, либо один, либо два, в зависимости от того, откуда взят первоисточник, то, что на более демних колодах, да, на первых колодах было изображено два ребенка, и позже появился уже один, вот, но и подсолных я рисую, так же, как символ солнца, да, именно вот эту вот стенку, забор, ее не рисуют, я считаю, что не нужно, а она как раз-таки является вот этой вот гранью, да, в которой человек идет, и очень важно не западать ни в одну сторону, да, в инфантильность, и в гордыню, и у аркана солнца, вот этот забор, он очень важен, и только тогда, когда человек идет вот по, ну, соблюдает вот эту вот, как сказать, границу, да, он становится психически целостным человеком, это важно, и вот здесь вот как раз-таки об этом речь идет, что без изучения люди будут считать себя многоумными, будучи по большей степени части, по большей части неумными, так, еще раз скажу, чтобы было, запутался, ученикам своим ты доставляешь мудрость, кажущуюся, а не истину, став с твоей точки зрения многознающими, без изучения, люди будут считать себя многоумными, будучи по большей части неумными, а сверх того тягостными в общежитии, в общежитии, не поняла я, вместо мудрых они станут мнимо-мудрыми, но это опять же-таки, да, это вот буквально какой-то перевод, но теряет смысл, ну, смысл здесь в этом как раз-таки говорится, то есть одно дело, когда человек самостоятельно изучает, именно изучает себя, изучает свою мудрость, а другое дело, когда это все прописано, это прописан чужой опыт, и велика вероятность, что он тебе не нужен, но ты его перенимаешь, и тем самым это не способствует тому, что ты начинаешь изучать себя. И дальше Федорус говорит о том, что ты, Сократ, легко сочиняешь египетские, какие угодно сказания. Вот об этой, да, об этой части я хотела сегодня поговорить. с одной стороны, отвечая на вопрос, откуда я беру, значит, свои знания, да, то есть, читая философскую литературу, и слава богу, хотя бы на греческом, да, на новогреческом, вот, на древнегреческом, к сожалению, не могу, но есть люди, которые, в Греции здесь есть определенные писатели, которые переводят буквально, вот, и у меня есть такая возможность читать на, скажем так, на языке первоисточники, да, и понимать, а не в переводе, потому что вы видите, да, в переводе, это как-то, ну, с одной стороны, это как-то космоязычное, ты читаешь это, вообще не понимаешь, о чем здесь речь идет. Но сейчас, думаю, когда я вам объяснила, да, это станет более понятным, и отсюда вам станет уже понятна фраза Платона, о которой он говорит, знания, это воспоминание. Если вы когда-то слышали такую фразу, она как раз скажет об этом, да, что знания это воспоминание, то есть это воспоминание себя, то, кем ты был в прошлых воплощениях, плюс, ко всему, знания, это когда ты погружаешься как раз в это состояние памяти своей души, вот, когда ты находишься в состоянии своей души, да, тогда тебе приходит знание, с одной стороны ты это помнишь из прошлого, да, своих воплощений, а с другой стороны у тебя есть возможность соединиться с первоисточником, и оттуда ты черпаешь настоящее знание. И поэтому вот эта вот фраза, опять же, да, иногда фраза, выдернута из контекста, она непонятна, еще она и переведена, плюс ко всему, и получается вот эта вот фраза знания, это воспоминание, ну, она ни о чем. И именно, мне кажется, мое субъективное мнение, что философию люди не любят, почему-то, что они ее не понимают, потому что, скорее всего, ну, вот в общих, наверное, кругах нету такого пояснения, не дается людям это пояснение, и это отталкивает, хотя, в принципе, как я уже сказала в самом начале, философия это тот же самый предмет самопознания и самостоятельного, именно самостоятельного опознания той природы, того мира, в котором мы живем. И это то, что мы говорим, да, путь эволюции души, то есть каждая душа, она познает по-своему то, что имеет, так скажем, некая такая константа, и мы эту константу познаем под своим углом, под своим ракурсом и по-своему, и вот в этом уникальность, да, уникальность каждого пути именно познания. Поэтому я очень люблю философию, я объяснила ее, почему. Вы знаете, что у меня есть два курса, да, в открытом доступе, это курс «Тэмандр» и курс «Путь души после физической смерти», это оба фрагмента из переведенного, да, так скажем, писания «Путь души», это миф и роз из книги Платона «Государство», вот, в принципе, вы можете также почитать на русском языке его и сопоставить с тем, что я сделала как перевод и пояснение этого курса и посмотреть, как это будет звучать абсолютно по-другому, да, то есть смысл будет другой. Поэтому я люблю философию, и да, для меня это уже когда, ну, уже так долго я этим увлекаюсь, скажу так, что это, наверное, хобби, это уже стало образом мышления, и то, что я говорила в самом начале, вот эта вот игра, да, исходя из этого, я могу сказать, что я, допустим, там, выбираю для себя играть в игру философа, да, и мыслить философскими категориями, да, анализировать, наблюдать. Откуда у меня это появилось? Это появилось с самого рождения, то есть первый раз у меня философская мысль появилась в 14 лет, когда я задалась вопросом, есть ли жизнь после смерти. Звучало это немножко не так, вот, это был мой дикий страх, это была ночь, и вот в этой ночей темноте засыпая, у меня появилась вот эта мысль, что скоро я умру, и что потом? Почему скоро? Потому что мы все дети до 20 лет, мне кажется, что вот 20 лет это все, это уже старчество, и ты уже умираешь. Это потом уже сложно с тобой, мы понимаем, что это не совсем так. Вот тогда у меня появилась первая мысль, да, а что после смерти? То есть мне казалось, не то, что меня пугала смерть, хотя такое тоже было, мне казалось немножко странным, ну, то есть, не может быть, да, вот я есть, и вдруг меня нету, ну, у меня в лоре это не укладывалось, не было состыковки, и вот с этого момента я начала читать разную литературу, и изучать, задаваться вопросами и мыслить этой категории. Поэтому, это опять же, не случайно, это следствие моих прошлых воплощений. Сейчас, когда я знаю некоторые из них, да, я не знаю, сколько конкретно я воплощалась, там, сто раз, тысячу раз, я не знаю, но вот некоторые моменты из того, что я знаю, я понимаю, что эти наработки, они никуда не уходят. И в последующей жизни влекает вероятность, да, что что-то из такого формата мышления, да, я тоже перенеру, перенесу. Вот, поэтому мне всегда это нравилось, да, мне к этому никто не приведет, мама старалась привить любовь к чтению, но, к сожалению, до 20 лет я вообще ничего не читала, вообще ничего мне неинтересного было, и литература это не было моим увлечением. И в первый раз я прочитала книги и начала увлекаться на эзотерике и понимании, это было где-то 20 лет. По-моему, я алхимика прочитала, Куэрл. Не помню, ну, что-то такое, вот с этого момента, да, уже получается багаж 30 лет, да, я все это читаю, я изучаю, интересуюсь, вот, последние года два мне очень нравится читать древнегреческие писания, да, философов. Почему? Потому что между строк я нахожу какие-то смыслы для себя. И вот сегодня как раз-таки, да, соединила немножечко небольшую часть второй и философию. Скажу сразу, что все члены ордена, причем любого ордена, мне кажется, здесь не столь важно, это могут быть иллюминаты, это могут быть темплиеры, неважно, какой мой орден все изучают философию, потому что это основа для понимания мироздания, то есть ту информацию, которую несли философы именно в общих понятиях, да, она берется, она раскручивается, она раскрывается и воспринимается, интерпретируется каждым человеком по-своему. Поэтому так или иначе в любых орденах это изучали. ну и мой орден розы-кровицев, розы и креста он не исключение, мы также это изучаем. Второй вопрос, что для меня это чуточку проще, почему, потому что я самостоятельно это изучаю, но так или иначе эта информация дается и информация о мировых устройствах. Вот на этом все. Я, не знаю, я рада, что сегодня вот записала для вас такую беседку, я даже не знаю, сколько она по времени идет, насколько она большая, ну то, что точно будет час с чем-то, вот, пишите свои комментарии, не знаю, делитесь, насколько вам это было интересно, если есть какие-то вопросы, вот сейчас как раз возможность в комментариях написать, вот, и я смогу записать вам следующие беседки. Наверное, пользуясь возможностью шанса, сейчас запишу для вас расклад как раз-таки, да, посмотрю, сколько у меня памят на телефоне, и запишу вот в таком формате расклад. Но это не значит, что так это будет теперь, а вот, просто сегодня воодушевившись, я решила так и сделать. Прощаюсь с вами, всем пока-пока.